Острейшие региональные проблемы. Главная тема форума Общероссийского народного фронта. Но участники, конечно, воспользовались приездом президента и задавали вопросы далекие от тематики встречи, но явно их волнующие. Немного диссонансом прозвучали ваши слова по поводу оценки личности основателя советского государства на последнем совете по науке. Опять поднимаются вопросы, насколько актуален ли вопрос о перезахоронении Владимира Ленина. Что касается перезахоронения и других вопросов подобного рода, это, знаете, мне кажется, нужно к этому подходить очень аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, восплачивать. Вот это самое главное. Президент детально разъяснил свои недавние слова по поводу роли Владимира Ленина в истории России. Прежде Путин напомнил, что он сам, как и еще 20 миллионов советских граждан, был членом Компартии и почти 20 лет отслужил в КГБ. Не могу сказать, что я был совсем уж таким идейным коммунистом, но я, тем не менее, относился к этому очень бережно. А в отличие от многих функционеров, я не выбрасывал партийный билет, не сжигал его. Я сейчас не хочу никого осуждать. Разные мотивы могли быть, и это их дело, как поступить. Ну, Компартия развалилась Советского Союза, у меня билет до сих пор где-то там лежит. Но есть, да, и мне очень нравились, и до сих пор нравятся идеи коммунистические, социалистические. Они, вот если мы посмотрим кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию. И это не шутка. Это такая выдержка из Библии на самом деле. Идеи-то они очень хорошие. Равенство, братство, счастье. Но практическое воплощение этих идей, по мнению Путина, оказалось далеко от тех самых идеалов. Россия не была похожа на город солнца. Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление советской власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, но просто такой наиболее вопиющий пример – это уничтожение, расстрел царской семьи. Но могли бы вместе с детьми, но могли бы быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, что нужно искоренить, так сказать, возможных наследников. Но зачем убили доктора Боткина? Зачем убили прислугу людей, в общем-то, пролетарского происхождения? Ради чего? Ради того, чтобы скрыть преступление. А священников-то чего уничтожили? Только в 2018 году 3000 священников расстреляли. А за 10 лет – 10 тысяч. На дону там сотнями под лед пускали. Президент напомнил и про роль большевиков в развале фронта Первой мировой войны, что привело к драматическим последствиям для страны. Хотя, конечно, у советской власти было и большое число достижений. Были решены вопросы здравоохранения, в чем безусловная заслуга Компартии того времени. Так были решены вопросы образования, безусловная заслуга Компартии того времени. Так были решены вопросы индустриализации в оборонной ее части. Я думаю, что если бы не концентрация общегосударственных ресурсов, Советский Союз не смог бы подготовиться к войне с нацистской Германией. И велика была бы вероятность поражения с катастрофическими последствиями для нашей государственности, для русского народа и других народов Советского Союза. Поэтому это все безусловные плюсы. Но в конечном итоге нечувствительность к изменениям, нечувствительность к технологическим революциям, к новым укладам технологическим, оно привело к коллапсу экономики. Ну и наконец самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель Советского государства Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чем? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Ленин выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что границы привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример. И других много. Значит, ну вот сам факт, вот, скажем, культурная автономия – это одно. Автономия с широкими государственными полномочиями – это другое. А право выхода из государства – это третье. И в конечном итоге это, в том числе и это, в том числе, наряду с неэффективной экономической политикой и социальной, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия. А что же это иначе? Учитывая ошибки и достижения прошлого, нужно делать все для укрепления современной России. Такая возможность, подчеркнул Путин, есть и с помощью Общероссийского народного фронта. Он подмечает все наиболее волнующие людей проблемы и ставит их перед властью.